Расточительство – это большой грех, считают представители религиозной сферы. Именно этот вопрос был обсужден за круглым столом, где приняли участие представители управления по делам религии области, имамы, а также члены Совета Старейшим при областной центральной мечети. На встрече старейшины представители религиозной сферы обсудили процедуры погребения, чтения поминальных молитв, связь между традициями религии, а также главную проблему общества – расточительство на поминках. Когда у человека трагедия, он не должен отвлекаться на ненужные занятия по организации застолья. Некоторые, даже когда финансы не позволяют, берут кредиты и делают на них поминки. Делать поминальный обед и погребение в долг – это непозволительно. Между тем, руководитель областного управления по делам религии заявил, что по данной теме в правительстве уже были обсуждены законы проекта, а также было предложено закрепить за владельцами кафе и ресторанов отдельное меню для проведения поминальных обедов. Также было подчеркнуто, что проблему расточительства необходимо широко освещать в средствах массовой информации, чтобы люди не совершали этот грех. Когда случается беда, каждый мусульманин в первую очередь идет к имаму. И я думаю, что у имама должна быть брошюра, где расписаны все обязанности и порядок проведения садака и самого обряда погребения. Если все это будет и имам правильно разъяснит, то это покажет свою эффективность. Необходимо отметить, что меню было утверждено несколько лет назад. В соответствии с ним на поминальный стол было предложено подавать горячее, лепешки, сметану, пшено, сладости, мясо и рис. Однако до сих пор этого списка никто не придерживается. На столах по-прежнему стоят несколько видов салатов, горячее и много всего прочего, чего не должно быть. Заместитель председателя Совета Аксакалов при областной центральной мечети Гумар Каракулов отметил, что древнейшие традиции мусульман практически не соблюдаются в современном обществе. На поминальном столе можно увидеть все, что угодно, даже экзотические фрукты и прочие излишества. Все это стоит денег. Когда беда случается, семья устраивает обеды после погребения, а затем еще несколько раз. Это большие расходы, поэтому надо обдумать этот вопрос всем вместе. И возможно объединить поминки на 3, 7 и 40 дней в один день. Не надо закатывать шикарные обеды, пусть все будет по-простому. В завершении встречи участниками круглого стола были внесены предложения касательно того, как призвать людей к тому, чтобы соблюдать традиции мусульман касательно вопроса похорон. Все эти предложения будут учтены при беседах с прихожанами в мечетях.